Очередной российский патриот, который поддерживал агрессию против Украины и удары по мирным городам, попал под каток системы, которую сам же и поддерживал. В Москве арестован лидер российской организации Левый фронт, сталинист Сергей Удальцов, которого обвинили в оправдании терроризма. Это политическая статья, по которой в России сажают просто всех неугодных. Если нужно кого-то закрыть просто за позицию или за критику власти, то его обычно закрывают именно по этой статье. Но как раз в случае с Сергеем Удальцовым эта статья сработала правильно, поскольку Удальцов действительно оправдывал терроризм. Путинский терроризм в отношении Украины. Поэтому, как не смешно это звучит, в его случае обвинение действительно оказалось не фейковым, а справедливым. Самое смешное, что раньше Удальцов был принципиальным противником политики Путина. В 2012 году он выходил на митинги против Путина, и за это Путин отправил его на несколько лет в тюрьму. Но в 2022 году, когда Путин вторгся в Украину, этот бесстрашный принципиальный Левый активист Удальцов, вместо того, чтобы выступить против вот этой имперской несправедливой захватнической войны, взял и Путина поддержал. Поддержал удары по Украине, заявил, что Путин все делает правильно. Поддержал даже оккупацию украинской территории. И выступил за репрессии против тех россиян, которые, соответственно, вот эту захватническую путинскую войну не поддержали. Словом, настоящий Левый активист. Сегодня явно прослеживается тенденция на зачистку такой либеральной оппозиции. И, кстати, скажу честно, среди них немало отъявленных негодяев, которых я сам бы посадил, вот будь моя воля. Ну, все как заказывал. Вот твоя воля и сбылась. Хотел, чтобы сажали негодяев, вот тебя и посадили. Сегодня время очень сложное, диалектическое. Нельзя вот черно-белые такие акценты расставлять. Кого-то и нужно почистить. В нашей стране всякой мрази под прикрытием оппозиции развелось очень много. И, скажу честно, без них-то дышать гораздо легче. Любители Сталина и репрессий всегда почему-то думают, что репрессировать будут кого-то другого. Только не их самих. Но так не бывает. Если ты фанат сталинских чисток, значит, будь готов к тому, что завтра объявят врагом народа и отправят в лагеря тебя самого. В обществе сильный запрос на так называемые чистки. Сталинские чистки во власти при Сталине умели признавать свои ошибки, исправлять их. Сталинскими методами действовать боятся, не хотят. Ну чего ж не хотят? Вот тебе и сталинские чистки. Все как просил. Не понимаю, чем он теперь недоволен? Вот сегодня идет война, давайте скажем откровенно. И кто сегодня хочет поражения своей стране, они не имеют права, я считаю, не имеют права вообще рот свой открывать. Потому что как мы не относились бы к режиму Путина, но сегодня под угрозой вся Россия. И это надо четко понимать. Человек, которого Путин сажал в тюрьму за оппозиционную деятельность, выйдя из тюрьмы, стал рассказывать всем, что режим Путина не так уж и плох, что нужно вокруг него сплотиться, чтобы захватить Украину, а тех, кто с этим не согласен, нужно отправить за решетку. И режим Путина его за это отблагодарил. Отправил за решетку самого Удальцова. Формальным поводом для его ареста был какой-то пост в соцсетях в поддержку каких-то арестованных российских марксистам. Но на самом деле Удальцова очевидно закрыли за то, что он выступил против ареста Игоря Гиркина. Самое смешное, что Удальцов уважает и поддерживает Гиркина за то, что Гиркин развязал войну на Донбассе в 2014 году. То есть выходит, что Кремль закрыл Удальцова за то, что Удальцов излишне активно поддерживает войну против Украины, которую сам же Кремль и развязал. Правильный сегодня стрим в поддержку Стрелкова. Не мог я не прийти. Первично во всей этой истории с СВО воля жителей Донбасса. Ну если бы не Стрелков, это может быть и не было бы той борьбы, которая с 2014 года там ведется. Он огромный вклад внес. Классная логика, да? Первично во всей этой истории борьба жителей Донбасса, но без офицера ФСБ Стрелкова никакой борьбы бы не было. Подождите, так что это тогда за воля жителей Донбасса такая, если ее бы не было без участия российского гибиста? Может быть тогда это воля российских спецслужб, а не жителей Донбасса? Ну чисто так, да, если по логике, по вот этой логике дальше предполагать. Хотя, о чем я говорю? Где все эти сталинисты, зет-патриоты и где вообще какая-то логика и адекватность? Адекватность. Короче, удальцов за что боролся, на то и напоролся. И все справедливо. Любишь сталинщину лагеря и репрессии, люби и посидеть. Ты ж поддерживал действия Путина. Ты ж поддерживаешь то, что Путин делает с украинцами. Ну вот и не жалуйся теперь. На это нужно время. Но я здесь очень бы всем советовал сильно не торопиться. По той простой причине, что не выполнив эти условия, к сожалению, поднесем потери. Депутат Российской Госдумы генерал Гурулев в прямом эфире Первого канала объяснил российским патриотам, почему Россия ничего не может сделать с Украиной. Гурулев признал, что у России просто нет сил для того, чтобы перейти в наступление в Украине, так как в нынешних условиях любое наступление для армии Шойгу обернется огромными потерями. По словам Гурулева, прежде чем пойти в наступление, Россия должна выполнить несколько предварительных условий. Уничтожить всю украинскую артиллерию, уничтожить всю украинскую противовоздушную оборону, а также научиться преодолевать заграждения, которые Украина понастроила. А поскольку в нынешних реалиях эти условия являются практически невыполнимыми, то, соответственно, наступление России начнется неизвестно когда. Надо понимать, чтобы пойти в крупномасштабное наступление, нужно выполнить ключевые условия, которые должны быть. Надо до конца выбить всю ее фактическую артиллерию, надо полностью уничтожить те резервы, которые есть, надо подавить противовоздушную оборону, потому что в наступлении в любом варианте фронтовая штурмовая армейская авиация должна работать за линией боевого соприкосновения, по-другому не получится, заходя на территорию противника. Нам на сегодняшний день надо понять, как преодолеть те заграждения, которые они сегодня уже подготовили. То, что перечисляет Гурулев, российская армия выполнить просто не может. Наоборот. За последние два года, например, украинское ПВО только усилилось. Благодаря помощи союзникам у Украины появилось множество новых систем, которые могут сбивать в том числе современные российские ракеты, даже кинжалы. И мы можем вспомнить, какой была украинское ПВО в самом начале российского вторжения. Разумеется, она была намного слабее, и многие российские атаки мы отразить тогда просто не могли. Сейчас уже можем. Такая же ситуация примерно и с артиллерией. Украина получила за последнее время от союзников множество различных дальнобойных систем, в том числе высокоточное оружие и в том числе даже высокоточные ракеты. Ну а капитальное оборонительное укрепление Украина продолжает строить прямо сейчас. Начали их строить, к сожалению, не сразу. Несколько, я бы сказал, наверное, поздновато. Но прямо сейчас они возводятся достаточно массово. И как показывает ситуация под Авдеевкой, российская армия может их преодолевать только ценой действительно огромных потерь.